Всем привет! Сегодня поговорим о новых стеклах для меня лично. Я заказал на Xiaomi Mi 9 SE и на Xiaomi Mi 9. Собственно говоря, это матовые стекла. Вот так вот выглядел мой заказ. Стоят они меньше 2 долларов. Ну что ж, давайте посмотрим, что они себе представляют. Стеклышко компактное на черной подложке. Я с такими стеклами еще не встречался. Я видел, как они сидят на телефоне. Товарищ взял себе такие стекла на Xiaomi Redmi Note 6 Pro. Я у него увидел и решил, почему бы не заказать, не потестить, не посмотреть, что он из себя представляет на других смартфонах. Потому что он, в общем-то, был доволен. Это на Xiaomi Mi 9. В общем-то, вырез все сделано четко. Я так думаю, что вот у меня, кстати, стекло для Xiaomi Mi 9 на Mi 9 Lite установлено. И все нормально, все четко, ничего не перекрывается. Так что буду клеить, наверное, его на Xiaomi Mi 9 Lite вместо Mi 9. Потому что они идентичны по дисплею, по вырезам. И сделаю свои выводы. Потому что на Mi 9 Lite у меня вот этот топк, оно уже убитое. Оно вот здесь, видите, разбитое, уже трещины на нем. Ну и на Mi 9 SE. Это телефон моей жены. Я наклею, когда она приедет домой. Ранее этот бренд я не использовал. Как я уже говорил, просто увидел со стороны, что стекло неплохо себя так ощущает. Какое оно в реальности по качеству, мы сейчас узнаем после поклеечки. Ну, здесь спиртовые салфетки не высохшие, как это обычно бывает вот в таких пакетиках. Смотрите, как много спирта. То есть, в целом, у меня положительные впечатления пока что. Пришло все в хорошей упаковке. Пришло довольно быстро. Даже в спорте успел открыть. Потому что бывает такое, что присылают стекла там или вообще какую-то мелочевку из Китая. Открываешь спор, потому что 2-3 месяца идет. И только потом оно приходит, либо вовсе не приходит. Черная подложка. Такая редкость большая. Ну, в общем-то, оно вот пошло клеиться. Видно, что приклеивается оно не только по краям. Там полностью идет поклейка. Это уже здорово. Это стекло, чем мне понравилось? Когда я взял в руки, я начал вот так свайпать. И я понял, что здесь немножко нестандартно они обыграли олеофобку. То есть, оно здесь, по сути, отсутствует. Так как стекло матовое. Вот, смотрите, видно, да? Бликов практически нет. То есть, оно все здесь рассеивается. Так как стекло матовое, то вот это ощущение матовости, оно здесь есть на самом стекле на ощупь. Здесь огромная царапина на стекле. Вот я только-только его поклеил. Оно новое. И здесь вот царапина. Я не знаю, будет ли вам видно. Я постараюсь под разными углами вот так повертеть. Эта царапина есть. И она настолько глубокая, что я ощущаю ее ногтем. Представляете, да? Это новое стекло. Вот, пожалуйста, вам дешевое стекло меньше 2 долларов. Вот всегда какие-то компромиссы, что-то обязательно произойдет. Товарищ, у которого я увидел это стекло, он строитель. Поэтому, естественно, что ему не нужно там перед кем-то красоваться. Ему нужно просто хорошее стекло для защиты базовой. Даже если оно будет иметь какие-то артефакты, оно со временем все равно у него поцарапается. Я же заказываю, конечно, стекла. Я смотрю на них еще и с другой стороны. Не только с практической точки зрения, но и чтобы оно было красиво. Это стекло неплохое внешне. Оно очень легко поклеилось. Оно имеет реально хорошую защиту по бликам. То есть вы не получаете, когда солнце будет светить ярко. Ну вот, чтобы пример привести. Вот, пожалуйста, вам свет от фонаря. Вот, смотрите. Видно, да? Он рассеивается. В то время, как на другом смартфоне. Видно, да? Видно, какой он здесь мягкий, да? И как он здесь рассеивается. И остается плюс-минус читаемая картинка. А здесь у нас просто блик. Просто блик неба. И, собственно говоря, это уже влияет на восприятие. То есть картинка, конечно же, становится темней. Это безусловно. Но максимальной яркости смартфона, вот смотрите, хватает. Пока у меня приятные впечатления. Леофобочка достойная. Единственный нюанс, что у таких стекол, у них присутствует такая структура, как будто бы зерно. То есть ты когда смотришь, я не знаю, будет ли видно на камеру. Когда смотришь вблизи, видно такое зерно. И такие стекла я не рекомендую людям, которые много читают на смартфоне. Потому что это зерно, оно напрягает зрение. И получается, что глаза могут уставать и болеть. Но это мои догадки. Но в целом у меня создается такое впечатление, когда я смотрю на этот смартфон. То есть я излишне напрягаю зрение. Потому что все получается таким зернистым. Но это цена за то, что у вас будет вот такое действительно красивое, матовое. И я надеюсь, достаточно прочное стекло. Воздух вышел. И сейчас еще чуть-чуть выгоню. И я смотрю, что он сюда не стремится попасть. Поэтому пока что впечатление крайне положительное. Я, наверное, думаю, что этого стекла будет достаточно. Даже вот на Mi 9 SE мы клеить не будем. Потому что уже понятно, что оно неплохое за свои деньги. А это уже либо подарю кому-то, либо продам. Но в любом случае. Потому что на Mi 9 SE тоже очень много стекол пришло. Поэтому просто времени нет все это тестировать и клеить. Ну что ж, включусь через время и расскажу, что произошло с этим стеклом. Прошло уже кучу времени. Эта пытка закончилась. Я выкладывал историю в YouTube. И там немножко рассказывал для тех, кто хочет видеть примерно, что происходит. Тестирую, не тестирую стекла и так далее. Значит, это стекло у меня уже достаточно время наклеено. И я хотел его в первый же день снять. Просто так получилось, что я замотался. У меня были дела, работа и так далее. Поэтому я не смог снять. Ну и как бы я просто мучился. Вот не знаю, дня 4 или 5, сколько у меня оно наклеено. Я просто... У меня уже глаза наливаются кровью. Уже болят, слезы точат. Потому что это ужасное стекло. Оно более-менее нормально в использовании. Если вы используете его на улице. И при этом светит яркое солнце. То как бы плюс-минус хорошая картинка. Но стоит использовать это стекло где-нибудь вечером в помещении. Это просто ужас какой-то. Это пикселизация страшная. Она просто съедает глаза. Короче, это ужасное стекло по передаче картинки. Оно что-то делает с этой картинкой. То есть вот эта матовость, она ужасно просто влияет. Да, оно смотрится неплохо. Матово там, красиво. На ощупь неплохо. Но жирные пятна все равно остаются. И вы это видите, да? То есть жирные пятна, я сейчас буду оставлять, они здесь остаются. И это потом скапливается, скапливается. Какие-то пятна получаются такие прям огромные, маслянистые. Короче, ужасно выглядит. Так что это стекло я не рекомендую к покупке. Если вам нужно удобство и комфорт использования. Если вы часто читаете. Если вам нужна какая-то детализация в том дисплее, который вы защищаете. Потому что я уже соскучился по этому красивому, насыщенному AMOLED дисплею. А вот это стекло, оно все портит. И я просто беру вот свой Mi 9. Я получаю удовольствие от этих замечательных красок, от всего. Я включаю Mi 9 Lite. И здесь просто ужасно. Смотрите, какая разница в детализации. Наверное, видно не будет. Но короче. Значит, я сейчас буду его снимать, разбивать. Поклеилось легко. Камера, есть вот тут вырез под камеру. То есть, в плане техническом стекло отличное. Оно закрывает почти всю лицевую. Я немножко сместил, ну, кривые руки. Но, в любом случае, оно занимает почти всю лицевую панель смартфона. Клеится полностью. С этим очень хорошо дружит с чехлами. И еще момент. Это то, что если будете использовать жесты, то вот здесь идет у нас рубленный такой край. То есть, 2,5D технологии. Здесь повторяшки нет. Это важный момент. Часто меня об этом спрашивают. То есть, если будете использовать жесты на смартфоне, у вас будет постоянный такой легкий, как будто бы, вы знаете, по ножу проводите, проверяете его на остроту. То есть, вот такое ощущение. Но кому-то, может быть, даже это понравится. В любом случае, важно было об этом сказать, потому что меня об этом часто спрашивают в комментариях. Короче, снимаю это стекло. И буду клеить сюда другое. Вот видите, оно клеится по всему периметру. Вот посмотрите, какое оно замазюканное. Видно, да? Прямо все в каких-то жирных пятнах. Так вот, буду клеить сюда. Мне пришла сейчас партия всех новых стекол от Sarcosi Bonaire. Давно с этим брендом я не имел дел, потому что они там меня так сильно обидели, заблокировали. Я уже не мог у них там с одного из аккаунтов покупать стекла. Между тем, стекла мне попались бракованные. Там одно разбитое пришло. Ну, короче, всякие нюансы были. Поэтому сейчас буду их клеить, тестировать и расскажу, конечно же, о них всю правду. Потому что стекла дорогие. Но в любом случае, это стекло мы проверяем на прочность. Поехали. Берем, сначала ударяем плашмя. Стандартный тест. Видно, что стекло очень прочное. Оно выдерживает плашмя удар без проблем. Что будет, если стекло будет падать на угол? То есть на камень какой-то, либо там, я не знаю еще куда. Ну, видно, что оно разбивается. Причем разбивается довольно легко. И важный момент. Сейчас попробуем слабо так его разбить. Да, легко разбивается. Даже от слабого такого удара. Ну, смотрите. Смотрите, вот здесь легко разбилось. А этот край тяжело дается. И давайте посмотрим, что у нас здесь по локализации удара. Вы знаете, стекло очень хорошо держит удар. Я не делал прям каких-то прям сильных ударов. Вот этот удар был довольно сильный. Да, здесь есть выпуклость. А вот здесь у нас локализация очень хорошая. То есть удар распределяется. Посмотрите даже на паутинку. Удар распределяется. Это видно по огромному количеству трещин. В целом, по защите я бы сказал, что этому стеклу я поставлю 4,5 балла из 5. По олеофобке это где-то 3,5 балла. По удобству поклеивания это где-то 5 баллов из 5. По тому, насколько большие рамки и насколько съедает дисплей, тоже где-то 4,5 балла. По цене это 5 баллов из 5. То есть стекло очень дешевое. И при этом как бы неплохое. Если вот те минусы вас не смущают. Но в любом случае, выбор за вами. Стоит ли такой использователь или нет. Я второе стекло, которое заказал на смартфон жены Xiaomi Mi 9 SE, я клеить не буду. Потому что это просто потраченное время. Оно будет точно таким же. С такими же плюсами и с такими же минусами. Всем добра, любви и хорошего настроения. Клею на Mi 9 Lite новые стекла. Будем смотреть, что же там такого интересного. Ссылки, если вдруг загорелись, вам понравилось стекло, будут в описании. Ну и гуглите у меня на канале. Смотрите, ищите. Там будут другие стекла и на Mi 9 Lite, и на другие телефоны. Опыт использования выйдет на втором канале. На другие стекла на это уже не будет выходить. Нет смысла. И конечно, с помощью двух кэшбэков можете сэкономить при покупке какого-то девайса в Китае или в местном магазине. Ссылки на них тоже в описании. Добра, любви. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...